Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, 24 ноября, сейчас не Скалска, не Болгария, Ашкелон, Израиль, приехал на несколько дней, друзья, буквально на несколько дней решить свои организационные вопросы. Нужно обязательно пойти в Министерство национального страхования и сказать, что я сейчас проживаю не в Израиле, я проживаю в Болгарии, надо сообщить статус, чтобы внесли в компьютер, что я обязан сообщить свой статус, где я живу, и это нужно. Потому что в противном случае министерство не знает, где вы находитесь, и на основании этого просто лишит вас пенсии, вашей законной, и потом вам надо снова переоформлять и доказывать. Поэтому вот буквально через 40 минут поеду в организацию, объявлю им, подпишу то, что надо, скажу, что я сейчас не проживаю большее количество времени в году в государстве Израиля. Ну, что я могу вам сказать, друзья, в Израиле я второй раз за 4,5 месяца, коротко. В Израиле у меня есть, у нас есть, у нашей семьи есть дом, в котором сейчас проживает мой сын Стивен. И, конечно, есть куда приехать, есть где ночевать, и мы ничего не продали в Израиле, мы ничего не бросили в страну Израиль. Все нормально, все прекрасно, есть машина, есть где жить, и все замечательно. Ну, какие первые впечатления, что я вам могу сказать? Сойдя с самолета, замечательно, да, я люблю Израиль, это мой дом, я очень люблю эту страну, и никогда не разорву с ней никакие связи, потому что, прожив здесь с 90-го года, пережив самые трудные моменты жизни, пройдя все пути от настоящей эмиграции, сложности, с проживанием вначале в вагончиках, караванах, рядом с вражескими арабскими территориями, да, мы через все это прошли, начало было очень тяжелое. То, что сейчас я иногда смотрю по телевизору в Болгарии, как некоторые беженцы, которые очень хотят жить в гостиницах около моря, и когда им предлагают какие-то вагончики, они считают это нарушением их гражданских прав. Ну, друзья мои, это грустно слышать, потому что через все это было пройдено, жили в жарких караванах, контейнерах, где не было кондиционеров, не жаловались, прошли через все вначале, через все трудности, и сейчас мы, там, где мы сейчас, мы заработали на будущую свою нормальную жизнь, мы заработали на пенсию, и поэтому грех жаловаться. Трудности нужно проходить, и они будут всегда. Поэтому, если вам дают бесплатное жилье, живите и говорите спасибо, потому что завтра и этого может не быть. И начните работать. Вот, отвлекся. Ну, вышел из самолета, друзья, я сразу попадаю в аэропорт Бен-Гурион. Это огромный аэропорт, красивый аэропорт, современный. Куча народу, куча людей летают, прилетают, улетают. Это совсем другое движение. Это не София, где все тихо, спокойно и мало рейсов. Все замечательно, прекрасный перелет, все хорошо. И, естественно, слава богу, друзья, что нет никаких ковидных ограничений, что не нужно думать о каких-то заполнениях деклараций. Ой, я забыл, ой, меня не пустят. Ковид-тесты. Фух, отлегло. Друзья, дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучим по дереву. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что уже мы больше не вернемся к этой проблеме последних нескольких лет, которая выбила, буквально выбила весь мир и наложила такую тяжесть на всех с этими постоянными страхами. Ковид, вакцины, перелеты, документы. Это так, в общем-то, я летал очень много. И сейчас замечательно. Купил билет, никакой декларации. Все, сел, полетел. Не надо ничего. Ковид пустили, не пустили. Маски. Нет, в самолетах масок нет, в аэропортах масок нет. Это уже личное дело каждого. Да, я вижу, люди, кто-то ходит в масках. Пожалуйста, вам, никто же вам не запрещает. Будут ограничения на маске, оденем маски. Поэтому сейчас дышим спокойно. Про ковид, дай бог, забыли. И, ну, много других насущных проблем в каждом государстве. Первое, что я ощутил при выходе с аэропорта, это, конечно, сейчас прекрасная погода в Израиле. Друзья, ноябрь, конец. Уже нет той страшной жары, уже нет той страшной влажности. Так вот, того давления, которое мы ощущаем в Израиле, начиная с мая и буквально до октября, когда давит, просто давит. И машина, кондиционер, дом, машина, магазин, кондиционер. Вот такая жизнь у тех, кто не любит жару. Я ненавижу жару. Для меня, мне должно быть прохладно всегда, должен быть прохладный воздух. Это то, что я сегодня прекрасно получаю в Болгарии. В Болгарии я получаю тот воздух. В горах у нас, в Скалска, тот, который приятен. И это ощущается сразу же. Вы сошли, вы вышли, бум. Нет той волны влаги, нет той волны жары, но все равно вы чувствуете, что это уже не то. Ну окей. Это же природа. Ее, к сожалению, никто изменить не может. Все прекрасно. Доехал до дому, пробки на дорогах. Все как обычно, ничего не меняется. Встретил сына. Все здорово, все отлично, все прекрасно, замечательно. Что сразу бросается в глаза? Ну, конечно же, лахац. Лахац на иврите – это движение, это экшн, это везде все строится. Наш район в Ашкелоне, Невет Калим, он вырос, он развивается бешеными темпами. Красиво. И что радует, что в тот момент, когда построят все дома вокруг нашего района, что наше жилье будет стоить еще дороже. Хотя и так стоят бешеных денег. Цены растут, как на дрожжах. И непонятное обоснование, почему так все дорого. Вот. Ну, пройдясь по пару магазинов, я сразу же увидел, да я резко увидел разницу в цене. Просто все, абсолютно все, 20-30 процентов. Ну, 15 процентов. Уже никто, по-моему, не обращает на это внимания, потому что, а что вы сделаете? Цены растут во всем мире. Это тенденция. Они растут в Болгарии, они растут в Израиле, в Америке, везде. Все растет. Ну, не от нас все это зависит, друзья. Мы не решаем эти вопросы. И поэтому, кто говорит, что вот в Болгарии это подорожало, друзья, не только в Болгарии это подорожало, это подорожало в Израиле. Да, это проблема, потому что наши доходы пенсионные, они не увеличиваются, они не индексируются. И, наверное, с этим надо жить и понимать, как из этого выходить. Дай Бог, не последнее, как говорится. Ну, и, конечно, Израиль весь говорит о выборах. Выборы, выборы, выборы. Господи, боже мой, друзья мои, спасибо, что я не смотрю эти новости в Болгарии. Я не читаю, что происходит практически. Я, может быть, раз в день могу зайти на страницу, там, за Афру и посмотреть. И то я стараюсь этого не делать. Ну, а зачем мне в Болгарии негатив, вот этот политический? Да, пришли к власти правые партии, ультрарелигиозные партии. Хорошо это, плохо это. Я не думаю, что это хорошо, но, значит, их выбрали, они будут руководить. Какое сейчас это имеет отношение лично ко мне, потому что я не проживаю в Израиль. Я приезжаю, могу приезжать, могу не приезжать. У меня есть абсолютно законные права находиться в Болгарии, сколько я хочу. А в Израиле могу находиться так же столько, сколько я хочу. Потому что я не хочу политики. Все говорят, вот, пришел на Таньяо, пришли ортодоксы, там, да, будет хуже. Все выбирали, вы выбрали, так и будет. А что вы можете сделать? Сидеть на диванчике? Да, вся страна это все обсуждает. Были одни, было плохо, пришли другие, это плохо. Сейчас другие посидят, годик их потом скинут, придут те, которые были, и были. В общем, друзья мои, эта кухня, она крутится уже много лет, и что вы можете изменить? Ну, переезжайте в Болгарию, если у вас есть на это возможность, переезжайте в другую страну. Это наша страна, мы, что мы можем сделать? Абсолютно ничего. Но это, естественно, везде. Все об этом говорят, у кого не спросишь, все лагеря правой и левой разделились, ругаются там до криков, чуть ли кто-то там, наверное, и дерется даже. Вот проблема вечного государства Израиля, это то, что происходит. У нас есть сегодня правительство, а завтра его не будет, потом будет другое. I don't care. Как говорится, я бы сказал немножко по-другому, на другом языке, но здесь дамы. Поэтому не волнует абсолютно. Приехал, сделал свои дела, дай бог успешно, и спокойненько уже взял билеты и лечу обратно в Скалску, в Болгарию, где меня ждет супруга, собачка, курицы, кошки, и спокойная жизнь с прекрасным воздухом, где не нужно абсолютно думать о каких-то проблемах. Вот. Поэтому, ну, проблемы безопасности, я уже вчера это говорил, это теракты. Друзья мои, очень грустно, очень грустно в Израиле, когда я читаю, смотрю Facebook, где появилась новая фишка, что люди оповещают, что они находятся в безопасном месте. Вы понимаете, как это плохо. Мы живем в цивилизованной стране. И говорить, и отмечать кнопочками, что мы находимся в безопасном месте. Да мы это, а почему мы должны вообще все это делать? Да, прекрасно. В Болгарии мы об этом даже и не думаем. Слава Богу. А здесь мы должны об этом думать. Потому что у нас есть близкие, у нас есть друзья, кто-то живет в Иерусалиме, произошел теракт. Ты можешь звонить, волноваться. А если дети, а если внуки, а если родственники, конечно, все очень волнуются. Беспредел. А не что сделать? А ничего не сделать. Наверное, не знаю, садиться уезжать. Да ну, глупости, друзья. Мы здесь живем под ракетами, и жили, и будем жить под ракетами. Потому что это ситуация нерешаема. Самое лучшее, что я могу порекомендовать, ну, просто не смотрите новости. Фильтруйте вот эти новостные ситуации. Слава Богу, я сейчас пришел, подключил коробочку. У меня нет израильских каналов. Мне на это время они не нужны. И, друзья мои, я только открываю новостную ленту любого портала израильского, я окунаюсь в такую, извините, ЖОПУ, в такую волну постоянного негатива. Во всех новостях один негатив. Там взорвали, тут убили, там порезали. Фу, мужчину какого-то русскоязычного, доктора из Ихилова, вдруг ударили ножом и убили на перекрестке, потому что возник мини-конфликт. Такое ощущение, что вот эти журналисты, они просто не знаю, они хотят нас довести к какой-то точке кипения, уважаемые журналисты, постыдитесь, это стыд духа. Вы вгоняете народ в негатив. От новости один негатив. Не смотрите новости никакие, господа, никакие. Смотрите, не знаю, развлекательные каналы, сейчас чемпионат мира по футболу. я, когда жил в Израиле, находился долгое количество дома, я постоянно смотрел новости. Евроньюз, Украина, Россия, Израиль, корона, шок, война, господи, боже мой, когда это все кончится? Когда мы просто сможем включать телевизор и смотреть позитивно, что там, не знаю, произошло такое-то событие, там праздник, тут фестиваль, тут, я не знаю, подешевела курица, кошмар какой-то с этими новостями. Ну, единственный способ, конечно же, не смотреть, не смотреть, не слушать, к чему мы, в общем-то, так мы стараемся себя вести в Скалске, в Болгарии, потому что все прекрасно, нет новостей, нет негатива. Погода хорошая в Израиле сейчас, прекрасная погода, отличное время года, наверное, лучшее, когда вы можете в футболочке, сесть на улице, взять чашку кофе, меньше влажности, практически нет дождика, это радует, это приятно. Встреча с друзьями, конечно, приятно, со всеми пообщаться, замечательно, а потом уехать. Уехать, сесть на самолет и спокойненько улететь к себе в Скалске, в Болгарию, это в моем случае. И в этом, ну, друзья, честно сказать, если бы не нужно было приезжать вот по каким-то медицинским делам или организационным, я бы не приезжал. Вот просто не приезжал. Это не связано с расходами на поездку, ну, которые тоже существенны, конечно. Даже сейчас, в это время, полет не дешевый. Если вы не летите без багажа, да, никак не дешево. Потому что, смотрите, мне нужно из Габрова добраться до Софии. Расход. Да, расход. Первое. Билет на самолет. Расход. Чемодан, который я беру. Потому что нужно же что-то из Израиля привезти, какие-то ценные вещи. Да, и когда чемодан стоит в два раза дороже билета. Когда из Бен-Гуриона мне нужно за чуть меньше 100 долларов доехать до дома, потому что я с чемоданом на поезде не поеду, мне тяжело. Вот как. Тоже расходы. И жизнь в Израиле очень дорогая. Да, один день нахождения в Израиле стоит мне ровно в два раза, даже если я ничего не делаю и сижу дома, стоит мне ровно в два с половиной раза больше, чем такой же день нахождения в Болгарии. Ровно в два с половиной раза больше. Почему так? Продукты дороже. Раз, я должен кушать. Это не кафе, не ресторан, это продукты купить. Сигареты мы курим два с половиной раза дороже. Замечательно. Свет, электричество, конечно, мы за это платим тоже. Все дороже. Мой день нахождения в Израиле стоит в два раза дороже, чем день нахождения в Болгарии. Не знаю, у кого другого, я не работаю, я пенсионер, я получаю пенсию, потусторонних доходов нет. Ну, вот так. Поэтому, чем меньше я буду находиться в Израиле, тем мне будет экономически выгоднее. Все, через три дня билет на самолет севербристым грылом. И опять же, сейчас что-то билеты были недешевые. Купил билет на Визеер, за сколько я купил. Грубо говоря, мне обошелся билет с чемоданов 400 шекелей. Это 100 с чем-то долларов. Плюс, в этот раз я уже взял Визеер бонус, потому что летаю часто, чтобы потом были скипки. Вот какой-то такой отвлеченный репортаж. Делюсь своими мыслями по поводу того, что я здесь делаю уже три дня. В принципе, все дела будут сделаны, все будет прекрасно и хорошо. Я с радостью вернусь в Болгарию. И, скорее всего, я не знаю, когда я снова поеду потом в Израиль. Нет информации, да и нет никаких планов. Мы живем просто, господа, это просто быт. Это просто быт. Быть любой семьи пенсионеров, кто не работает. Кто работает, это уже другой вариант, это ваши дела. Да, друзья мои, о чем хочу вас попросить. Если вы хотите что-то у меня спросить в личных сообщениях, пишите в WhatsApp, я даю свой номер. И, уважаемые господа, я же не делаю никому какие-то платные услуги, поэтому если я вам не ответил в течение 12 часов, не надо мне писать, почему вы мне не ответили. Потому что я немножко, наверное, занят. Это не мой бизнес. И еще раз повторяю, не пишите мне свой телефон, я не буду звонить. Пишите мне, вы мне пишите, вам нужна информация, я отвечу. Я звонить не буду, я немножко занят. WhatsApp напишите, звоните, переписок не будет. Я устаю бы, я не люблю писать. Я всегда отвечу на любой ваш вопрос. Буквально, как вчера, я разговаривал с человеком, которому я объяснил просто, наверное, ввел его в некий шок, когда я ему прекрасно за 20 минут объяснил, почему ему не нужно переезжать в Болгарию, потому что у него нет статуса, а есть только желание закончить работу и прекрасно жить в Болгарии. Не так все просто, господа, это в следующих видео, или в моих прошлых видео. Задавайте вопросы, всегда рад. Друзья, хуба в день, всем, шелихом ем наим хавримшили, и have you night day, my friends. Чао-чао. Ждите следующих видео. Bye-bye.